МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то, 50 лет назад, в такой же морозный день в составе колонны мы выдвинулись в тогда еще никому неизведанный участок, где должен был построен город Новый Уренгой. В 1972 году было запущено месторождение «Недвежье», и было понятно, что очень скоро на соседа, на месторождение гигантов идут газодобытчики. И 23 сентября, для того чтобы посмотреть место под будущую промбазу и под будущий поселок вот этих газодобытчиков, сюда прилетела аж целая правительственная комиссия из Москвы. А уже 3 октября в местной газете Пуровского района председатель районного совета сказал о том, что принято решение через два года построить на этом месте город газодобытчиков на население 35 тысяч человек. Руководить тем процессом строительства будет «Надым-Газстрой». То есть предприятие, которое находилось в ведении «Надым-Газпрома», миральным директором этого предприятия был Владислав Владимирович Стрижов, который, конечно, в свое время, когда вы не выходили на «Недвежье» месторождение, без подготовки, выходили быстрыми темпами. И, конечно, он не хотел повторения этих событий, потому что им пришлось мерзнуть в 50-градусные морозы. Уже 16 октября был готов разведотряд. Их посадили в два гученичных транспортера, и они 16 октября вышли на разведку, чтобы посмотреть вообще, можно ли дойти там в принципе, или что нужно сделать, чтобы дойти. И вот вернувшись, они доложили, что дорога, маршрут есть, и тогда началась основная работа. Стрижов принял очень принципиальное для себя решение. Он не стал дожидаться приказа сверху. Он понял, что надо, не дожидаясь, выходить, чтобы успеть сделать что-то до того момента, когда всем прикажут вперед с Красным Знаменем и к 1 мая, условно говоря. И вот в промежутке 16-18 декабря колонна была готова, и из Панга, да и из поселка, она выдвинулась в путь. Полвека спустя тот легендарный выход добровольцев на Ягельное повторили снова. Реконструкцию первого десанта провели совместными усилиями администрации Нового Уренгоя и Надымского района, компаний «Газпромдобыча Уренгой» и «Газпромдобыча Надым». Значимо, что к мероприятию присоединились люди-легенды, те, кто участвовали или были свидетелями исторического события. Старт колонны, как и 50 лет назад, начался в Пангодах с короткого митинга. Только вместо напутствия звучали слова благодарности отважным первопроходцам. Сегодня дата, которая сделала Новый Уренгой, которая подарила северянам хороший, комфортный город. Оценить словами то, что люди эти сделали, они сейчас с нами рядом, правда, не все. Это словами, конечно же, не поблагодарить. Нужно поклониться им в пояс и сказать огромные слова благодарности. Спасибо вам! Кажется, в реконструкции даже погода принимает участие. На улице мороз за 40, как и полвека назад. Но от холода людей надежно защищают тулупы и валенки и помогают воссоздать атмосферу того времени. Старший колонны Анатолий Маркович. Колонна Санны Драконова и Санта на будущее уренгойское месторождение готова. Прошу дать разрешение начать движение. По старой доброй русской традиции привыкли в дорогу хлеб и соль. Благодарю! Мужики! Мужики, по машинам! Действительно, в то время принять такое решение, ну, конечно, многого стоило. И вот, ну да, как говорят, это было революционное решение, да, выйти, сократить сроки, выиграть. Именно самое ценное, что есть это время, да, то есть вот это время выиграно. То есть и уренгойт раньше ввели, конечно, и где-то и буты людей обустроили. Здесь самое важное являетесь общение с федеранами. Да и даже сейчас, вот, по протяжению, на течение 50 лет, вот, они рассказывают, в общем-таки, важные вещи, ну, о которых даже люди в газетах выписали. Наша задача – сохранять и приумножать эту память. Пройдем, поспоминаем, конечно, это очень интересно, эмоции зашкаливаются. У нас трактор был, трактора, вот мы и выезжали, когда тракторный санно-тракторный поезд. Сотка Т-100, бочиничная, шумная очень. Ну, ничего, справляют, тогда молодые были, это, нет, 23 года было. Тогда даже не думали, куда, чего сказали, вперед, надо, на Ягельное, поехали на Ягельное. Проехали, груз провезли. Ну, нюансов по дороге, как всегда, они всегда были и есть. Соляры, но у нас бензовоза не было, бочку сзади привязывали. Был отобран 28 водителей, это были крепкие, молодые, неженатые люди, потому что все-таки операция была почти войсковой, к которой их готовили. И понятно было, что, ну, женам уже бы, наверное, не пустили. Ну, в общем, был вот этот момент. Кроме водителей вот этой конторы автоводного транспорта, Надымского, в «Нессант» вошли сотрудники специального строительного управления СУ-8, которое базилось в Пангодах. Да, 28 водителей, но кроме них еще около 12 человек, это были другие люди. Строители энергетики, повара было для девушки-повара. 50 лет спустя все участники экспедиции снова в строю. Их имена нанесены на технику, которая повторяет путь первопроходцев. Сегодня Иван Ужегов на пассажирском месте, а в декабре 73-го он вел свой гусеничный тягач впереди колонны, прокладывал путь десанту по снежному бездорожью. Моя задача была ехать впереди и в основном поиск переправ через речку, где более-менее можно было переправиться. Дороги нет, было одно направление. Речки, болота, это же надо все было переодолевать. Сначала в первый день они прошли 40 километров. Ну, было ощущение, что, ну что там, 130, 140, 40 уже прошли, треть. А потом и началось у них. Потом начались эти глубокие овраги, речки, озера. Техника тонет, нервничают все. Машины не только падали на реке в лед, иногда просто в сугроб Урал уходил, его приходилось выдерживать. Когда провалился автомобиль, вот водитель, Сюзев Анатолий, он тогда на бензоводе работал, с нами ехал в колонию. Он меня вытащил, затащил в свою кабину, раздел, и заставил вот это вот двигаться, ну, растер руки, там, ноги, спиртом. Все, и я разогрелся там. Оделся и поехали дальше. Когда говорят сейчас, вот четверо суток шли. Да, это немного, это очень немного. Хотелось бы быстрее, но трасса была неосвоенная. Руд был действительно тяжелый. И это как, ну, в то время принималось как норма. Настроение было такое вот, будничное, рабочее. Вот им поручили, и они это сделали. Им тогда трудно было оценить. Ну, впервые туда, впервые сюда, ну, еще сюда впервые. Это мы сегодня их правильно оценим. Они были пионерами, они были первыми. И, мягко говоря, начинали писать истории у Уренгоя. В 79-м году, чуть попозже, чем пришел сюда первый десант, приехал мой отец по комсомольской путевке. Я часто слышал от него истории, как они осваивали город Новую Уренгою, строили здесь дома и все остальное. И для меня вот эта реконструкция – это возможность прикоснуться к той самой истории. ГТТ ушел вперед. Пока препятствия нет, колонна идет по его гусеничному следу. По гусеничному следу идут, прежде всего, бульдозеры, которые своими ковшами разгребают путь. За ними уже идет Уралы. За Уралами идут трактора, которые везут на себе 4 вагончика. 4 вагончика – это были первые дома, в общем, нашего города. Один был зеленый, пишут историки, и на нем было написано, кто-то рукавичкой прямо обмакнул в краску и написал «даешь Уренгою» прямо вот на нем. Один вагончик был штабной. Ну, там рация была, кстати, пока колонна сюда двигалась, рация работала, то есть по рациям можно было связаться. Выработалась следующая тактика и практика. Звучала сирена, и люди ложились спать. Прямо за баранками своих автомобилей, грузовиков. Люди засыпали, ждали. Примерно около двух часов длилась борьба бульдозеров с этими препятствиями. Потом звучала еще одна сирена, люди просыпались, и колонна двигалась в путь. И вот такими урывками происходило движение. Топливо закончилось, и я чуть не замерз, ждал. Они остановились возле речки с ночевкой, а я проехал дальше в тундру. У меня кончилось топливо, и я их ждал до следующего дня. После обеда только они вернулись. Ну, догнали меня. Они мерзли, проваливались в овраги и мелкие речушки. Спали по несколько часов и ели на ходу. Но свою задачу выполнили. На место будущего нового Уренгоя первопроходцы добрались под вечер 23 декабря. Все, мужики, пришли, возвестил руководитель колонны Анатолий Марковин. Давайте обустраиваться. Вот эта колонна, которая шла с надыма, вот она по берегу пришла вот сюда. Вот тут она выстроилась. Вот эти сосны с того времени стоят. Вот это под обрыв, да, лисеницы под обрыв. А здесь в мелколесии было березки. Березки, березки, березки. Березки, я помню, что, да. Почему сюда и пришли, вот и место пространства было. Тоненькие березочки были. А эта площадь была вот примерно где-то вот в этом районе. А сейчас остались только вот нетронутые вот эти вот лиственницы. Здесь была площадка. Беодезис размечал, где должно быть размещено оборудование. Вот это я с тядаевым. А вот у меня тут Люба стоит с речкой. Рулеточка у нас тут. Рулетка измерения производим. Лопат откапываем. Меня направили в командировку на место будущего поселка Ягельное. Задача моя была вынести в натуру площадку пионерного поселка под установку первых вагончиков, блоков для пионерного выхода на месторождение. Мы приземлились на месте будущего Уренгоя. Были валенки, был костюм меховой, лыжи, естественно, теодолит, топор для затесов. На первоначальном генпланчике этого пионерного поселка они были обозначены. Места установок, каких именно, где столовые, где жилые вагончики. И в соответствии с этим мы ставили вагончики так. 24 декабря состоялись торжественные мероприятия. Во-первых, прилетели руководители «Надым Газпрома», прилетел Ватолин, Стрижов. Из Уренгоя прилетел Василий Тихонович Подшибякин, который приветствовал обустроителей газового месторождения. Короткий митинг, а затем машины ушли, трактора ушли, вертолеты улетели. На месторождении осталось 15 человек и небольшое количество техники. Главное событие, главное дело колонна сделала. Были доставлены первые грузы оборудования, первые вагончики. И самое главное, была пробита дорога. Вот колонна пришла сюда 23-я. А 24-го, 25-го уже пришли следующие машины. Там, допустим, Сторожев Дима или Милентьев Гена. Те, которые топливо, на бензовозах привезли топливо. И потом они постоянно туда и обратно ходили по этой трассе. Перевопроходцы они, первопроходцы. После первого десанта я прилетел где-то месяца через два. В Калитал, когда обустраивали первые палатки по командировку, как бы сказать, от горковой партии. Пару палаток армейские. Туалет. Это самое главное, наверное, было такое. Вот. Ну и, в принципе, больше ничего. Хлеб возили на вертолете, вот, но начали строить первую столовую. Когда первую столовую построили, тогда уже хлеб выпекали в столовой. Первые балки, когда начали ставить, ну, это бывшая улица, или не знаю, сейчас она есть, оптимистов. Вот, там блочные балки ставили, четыре балка под одной крышей подводили. Вот. Там поставили сельский совет, почту, дирекции и жилые балки. Когда, ну, уже выбрали сельский совет, было, чтобы не собрать, где-то 570 или 580 человек всего работать. Ну, то есть чисто работающих, потому что ни детей, никого не было. Вот. То есть вот такие практически первые балки были. И устроили, ну, буквально, чтобы только можно было место переспать и уходить на работу. Отдохнуть и уходить на работу. Стол, стул, кровать. Ну, по возможности, полочка там была. Январь, февраль уже сюда вагончики потащили, потащили. Значит, самостроенные балки. Ну, к маю уже забурились и уже бурили во все. И чтобы к 78-му году к пуску ГП 40 скважин рабочих было, вы представляете? Ну, это очень серьезная была работа. Там поспал там 2-3 часа и опять вперед по коробке груза возили. Все завозили, возили, возили. Поэтому и город так быстро посылся. И буровую сделали. Самую первую буровую я поднимал. У меня в ВТП работает дочь, сын, зять, внук. Работают водителями ВТП. Дочка в конторе работает. Вроде все нормально. Передал эстафету. Ну, город очень хорошо расстроился. Вообще сейчас приобрел себя, расцвел. Это не то, что мы когда начинали. Я с самолета летел, я просто не узнал. Там столько света. Такая иллюминация. Там строение, там, там. Папа здесь встретил еще и маму. Прат родился у нас здесь. Рожать даже негде было. В Панго, да? Ой, на дыме, Господи. Тогда не было нигде. В этом городе уже родилась я в 80-м году. Здесь дети наши выросли. Не только папины дети. Внуки. Ждем правнучку. Начинали с двух палаток и дожили до такого города. Расстроился. От 8 лет не было и расстроился очень в город. 50 лет назад они приехали сюда, в холодную тундру. Вернулись в красивый современный город. Уже давно нет балков и вагончиков, с которых начинался Уренгой. Зато остались дружба и взаимовыручка. Те добрые взаимоотношения между людьми, которые заложили первые. В Новом Уренгое десант встречают хлебом с солью. Горожане помнят и чтят подвиг героев Ямала. Большое спасибо, что вы не забываете ветеранов. Сегодня такой торжественный день, можно сказать, юбилей. 50 лет. Начало основания строительства города Новый Уренгой. Желаю, чтобы и дальше этот город процветал, развивался. Я вас люблю, уренгойцы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok